Как и было обещано, сейчас Катя с удовольствием, я думаю, представит нашего гостя. Да, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях замечательный саксофонист, музыкант с мировым именем, который зовут Александр Довгополой. Александр, вот у нас уже, мы его видим, помашите нам рукой. Здравствуйте, проходите к нам в павильон, мы вас с удовольствием ждем. Проводите, пожалуйста, Александра. Пока Александр до нас идет, могу рассказать вам, что Александр осенью 2003 года в составе знаменитого и любимого музыканта нашего телеканала Игоря Бутмана. Впервые выступил в Нью-Йорке с оркестром Уинтона Марсалеса. И, в общем, как мы уже сказали, не раз его отмечала газета New York Times. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр. Взаимно, присаживайтесь. Екатерина, очень приятно. Здравствуйте. Да, самая настоящая армянка, кстати. Да. Уже знает армянский язык лучше, чем я. Мне мои друзья вчера сказали, оказывается, я тоже армянин. Да вы что? Когда я им сказал, что я буду на вашем канале. А, вот так вот. А когда-нибудь были в Армении, Александр? Что? В Армении когда-нибудь были? Нет. Вот, друзья, вот... У нас должны были быть гастроли, но как-то они складываются. А у вас саксофон золотой? Саксофон, нет, не золотой. Платиновый армян. Специально сделан из сплава, который звучит. Потому что золото так не звучит. Как звучит специальный сплав? Золото не звучит. Золото не звучит. А то есть то, что там, ну есть люди, у которых золотые саксофоны дома висят, там, да, олигархы есть? Да, остальные есть. В общем, в музыкальном смысле это все не серьезно. Ну, это все более, так сказать, рекламные какие-то трюки. Панты? Да, это для антуража. Называем вещи своими именами. Это что-то, может быть, понтуятся люди, да. А во сколько ли вы купили себе свой самый первый саксофон? Копили на него как-то? Или есть какая-то история? Вы знаете, секрет в том, что первый инструмент у меня была скрипка. Потому что в 6 лет мама меня отдала в музыкальную школу, и я играл на скрипке. Мне выдали вот такую маленькую скрипочку, там, она четвертушка называлась. И нужно было стоять, это было очень трудно. Насчет сксофона я даже не представлял, что мне придется на нем играть. То есть вы, наверное, ходили так, еле ходили, да, на эти уроки, там, уговаривала мама Вастома. Потому что я знаю почти все люди, которые занимались в детстве скрипкой, не с очень большим удовольствием вспоминают этот период. Ну, вы знаете, это очень хорошая школа, я очень не жалею, что мне посчастливилось заниматься на скрипке. У нас были замечательные преподаватели и музыкальная школа, и это было вообще, это было интересно, увлекательно. И у нас, я, меня запомнилось, вот тогда еще был Советский Союз, и 27-й съезд, КПСС был, и нам зашли, когда съезд начался, зашли в класс и сказали, Довгополы на выход, вот, в общеобразовательной школе, и у нас был специальный концерт в Гаргоме партии, посвященный этому событию. У нас постоянно выписывали на всякие ВИП, так сказать, мероприятия государственного масштаба тогда. Уже тогда были активы, уже тогда бесплатно артистов использовали. Освобождали от занятий, не занимались. Вот, а насчет саксофона история была такая, что в классе, там же 7 лет учиться в музыкальной школе на скрипке, да, вот, если пианисты учатся 5 лет. А я 7 училась на фортепиано. Да, 7 лет. По-моему, 5 лет было. Обманули. Может быть. Обманули. Вот. На гитаре 5, на фортепиано 7. Слушай, я на гитаре всю жизнь учусь. Ну ты же не в музыкальной школе. Ну, слушай, улица это самая лучшая музыкальная школа. Ну вот, видишь. На руке ротчика. Ну, и был академ-концерт очередной на скрипке, все, мы классику, Бах, Моцарт, там, программа стандартная. Я все это отыгрываю, выхожу из зала и смотрю, там в коридорчике стоят духовики, духовики, саксофоны, там, трубы. И прямо, а духовиков располагали всегда в подвальном помещении, чтобы не так громко. То есть скрипки, это был более элитарный эшелон, он находился всегда на первом, на втором этаже, рядом с кабинетом директора. Я помню, что в кабинете директора занятия проходили. А духовиков туда вниз, это как бы андеграундная такая тусовка была. А меня почему-то, меня не устраивало мое, как бы, такое привилегированное положение. Мне хотелось, мне хотелось туда вот. Ближе к дороге. К ребятам, вот где, кто играет. У них там какие-то джазовые, какая-то музыка такая интересная. И все это, у нас же тогда не было, джаза не было вообще. Потому что это была провинция, это был тогда, Советский Союз, Железный Занавес и вообще без понятия просто. Поэтому, ну у меня вот, видимо, тяга уже тогда была. Потому что я, в принципе, с джазом я столкнулся достаточно поздно. То есть где-то мне было 17 лет, 17-18. Это только когда я учился в пединституте, уже стал общаться с музыкантами в городе Мелитополе. А все музыканты, они же, которые работали в ресторанах тогда, они, как правило, были подкованы, они слушали много музыки, джазовой музыки, какой-то смуз-джаз, фанковая музыка. И я потихонечку стал узнавать, и для меня это был шок просто, что в мире, оказывается, уже на момент моего рождения, в 74-м году, уже было создано столько шедевров, уже просто... Ну, не только в джазе, вообще, музыкальная культура уже была. Ну, вообще, да, да, но я говорю в данном случае про джаз, потому что классика-то у нас была фактически с рождения, да, с детства, а джаза не было. Я не знал, что это такое, что такое есть вообще. И когда я это стал открывать для себя, для меня это был просто культурный шок такой вообще. И, естественно, я пришел тут же, после этого академа концерта, пришел, возвращаясь к разговору, я пришел к преподавателю туда, в подвальчик, и сказал, Валерий Афанасьевич, я хочу заниматься на саксофоне. Он на меня посмотрел и говорит, а как же вы собираетесь? Вы же на скрипке играешь. Я говорю, ну, я вот не знаю. Он говорит, ну, а ты потянешь? Я говорю, я очень хочу. В общем, одним словом, любовь к тогда еще неизведанному стилю музыки побудила вас заниматься саксофоном. Да. А саксофон вообще изначально, он какой инструмент? То есть для какой музыки он изначально предназначен? В джазе он используется очень часто, но вот изначально? Изначально? Ну, мне трудно сказать. Я думаю, что вообще Адольф Сакс его проектировал, он более походил как бас-кларнет, насколько я знаю. Он как бы более был удлиненный корпус, и здесь это все, здесь такой раструб был, и потом это все трансформировалось. Вот, и наверняка на нем и классику играли, естественно. Я думаю, что очень-очень много же используется в классике, и как в джазу же он попал. Ну, духовые инструменты разные, да. Ну, да, да, да. Так что я думаю, что и в народных, и очень много народных, в народной музыке он используется в разных странах. Даже на нем что угодно можно играть. Как там братья Бутманы? В Штатах еще? Вы знаете, мы завтра буквально летим с Ларисой Александровной Долиной и с Игорем Бутманом. У нас завтра концерт в Оренбурге, и как раз будет день рождения Ларисы Александровны. Потому что я знаю, что Олег в Штатах. Олег мы, с Олегом мы пересекались буквально 4 сентября, играли на Дни города, на фестивале. То есть уже нет. Ну, он же туда-сюда мотается. А он приехал сюда, привез черного певца Грегори Портер. И мы выступали на одном фестивале, на Лужниках была джазовая площадка. Очень хороший звук стоял, и много было коллективов хороших. И мы как раз перед ними выступали. Где мы можем встретиться с музыкантами? Конечно, за кулисами. Когда кто-то из наших музыкантов в барабанщике играет соло, или кто-то, мы стоим пока, у нас перекур небольшой. И мы можем пообщаться с теми, кто тут же музыканты с чемоданами подходят, подъезжают. Кто-то уезжает уже, отыграл. Кто-то новый приезжает. Мы тут же такое движение. Ну, стандартная музыкальная такая тусовка, общение. У меня есть такая новость. Александр, скажите, как относитесь к народному артисту СССР, Муслиму Магомаеву? Я отношусь, ну, очень с уважением. И, конечно же, его песни я слушал тогда, будучи еще в Советском Союзе. Я, кстати, очень много тогда музыки слушал. То, что шло с экранов телевизора, конечно же, радио. То, что было доступно. Поэтому я знаком. И, конечно, такие артисты у меня вызывают глубочайшее уважение. И такой, когда я слушаю те песни, которые поются, это делается и просто от души, я считаю, что с таким сердцем. И оно за душу берет лично меня. Вот такие артисты, они просто, ну, они делают все по-настоящему. То есть без всякой фальши. И это заслуживает уважения и высокой оценки очень. Тогда вас эта новость порадует. Памятник певцу и народному артисту СССР Муслиму Магомаеву откроет 15 сентября на пересечении Елисеевского и Вознесенского переулка в центре Москвы. Значит, мы очень удивились, когда зачитывали эту новость сначала, о том, что все думали, что опять скульптор будет этого памятника всем известный господин Церетели. Но нет. Слава Богу, создатель, народный художник России Александр Рукавишников. Вот, 15 сентября, друзья, все, кто, все поклонники творчества Муслима Магомаева, все, кто любит, все, кто его помнит, я думаю, много таких людей, приходите 15 сентября на пересечении Елисеевского и Вознесенского переулка в Москве. Александр, скажите, вообще, какие последние новости вас тронули больше всего? Может быть, наоборот, как-то вызвали какую-то негативную реакцию? Вот из последнего, то, что сегодня, может быть, что-нибудь в сети такое увидели, вчера? Ну, конечно же, очень тронуло то, что трагедия, которая произошла буквально позавчера. И вчера мы должны были ехать в Ярославль, тоже должны были играть на форуме, естественно, все это отменились. Вот, и, конечно же, я очень переживаю о случившемся, потому что я также себя ставлю на место этих ребят. И мы постоянно, мы фактически, мы же находимся в одной обойме, потому что мы как бы летаем, все мотаемся туда-сюда и как бы... А вот, кстати, вопрос, да, вы как артиста, который, ну, постоянно, да, приходится летать и перелеты у вас достаточно, допустим, в те же Соединенные Штаты долгие достаточно. Вот эти все трагедии, они как-то, ну, страх все-таки нагоняют, и как вы от него избавляетесь? Ну, вообще, конечно же, инстинкт самосохранения, он присутствует. Вот, я человек, перепробовавший много экстремальных видов, там, прыгал с парашютом четыре раза, занимаюсь виндсерфингом, сноубордом, но, понимаете, в чем дело, когда ты принимаешь, когда ты делаешь что-то, и ты как-то контролируешь процесс, когда, от тебя это зависит, когда ты едешь на машине за рулем, да, это одно. Здесь как-то особо не страшно, но вот, когда ты находишься там, в том же самолете, я, например, первое мое, первый раз, когда я садился в самолет, это был абсолютно, это был восторг, это было, но потом до меня дошло, что это такое. И сейчас мне не очень, не очень приятно, и даже вот мы как-то летели, Лариса Александровна Долина, Игорь Бутман, у нас был какой-то перелет, мы откуда-то летели, мы попали, мы летели на Ан-24, по-моему, какой-то такой моторный самолет, мы попали в жуткую бурю, нас начало так трясти, что было просто жутко страшно, и, по-моему, из какого-то города, то ли из Екатеринбурга, то ли Оренбург, то ли Толомск, откуда-то мы взлетали, вот с этим же составом, и у нас на взлете буквально в двигатель попала куропатка, я видел двигатель, вспышка была, удар такой, вот, и буквально нас там, ну, 20 секунд всего лишь мы должны были взлететь, как бы, так что, ну, мало приятного в этом. Опасно, в общем, в одним слове. Опасная работа, да, потому что вот, ну, а куда деваться, нужно же людям доносить. Вывод, вывод, что музыкант тоже профессия экстремальная. Да. Ну, своего рода, мы с друзьями тоже об этом. Неприятная новость, вот, приходит еще одна. Спецслужбы США предупредили о терактах на годовщину 11 сентября. Сегодня 9 число, послезавтра будет десятилетие вот тех ужасных событий, которые произошли в Нью-Йорке, и Министерство национальной безопасности США обявило, что располагает информация о терактах, готовящихся к десятилетию годовщины 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает в пятницу французское агентство. Вот так вот. Так что, и говорят, что информация заслуживает доверия, то есть нужно проверять. Друзья, надеемся, что ничего такого больше никогда не повторится. Что-то с миром не то происходит как-то. Александр, у нас вчера в гостях был гитарист, может быть, возможно, вы даже его знаете. Его зовут Роман Мирошниченко. Да, конечно. Вот, и он нам вчера рассказывал о том, как он очень выгодно для себя открыл приложение в такой знаменитой штучке, как iPad. iPhone. iPad и iPhone. iPad и iPhone, да. И, в общем-то говоря, да. Заменил свою огромную там аппаратуру. Я даже знаю, что это за приложение. Помощника придется уволить, наверное, потому что больше не надо все это таскать. Что-нибудь для саксофона и, в общем-то, для себя. Вы будете как-то импровизировать и использовать эти приложения? Уже давно это используется. Есть такое приложение iRealBook. Но оно не только для iPhone, оно для разных телефонов разработано. И, как бы, это очень полезная штука такая. То есть, фактически, у тебя в кармане находятся подспорья очень хорошие, например, там гармонические сетки, на которые можно играть. Это один вариант. Ну, то есть, джазового стандарта, да, очень много. И мы это используем даже в работе, да, когда вот бывает, играем в джаз. Ну, мало ли, забыл, там, взял, подсмотрел, включил. Он транспланирует в любые тоналисти. И более того, что там есть автоаккомпанемент, генератор аккомпанемента, то есть, генерирует исполнение на рояле, контрабасе, барабанах. И ты можешь себе включить этот аккомпанемент и учить новую композицию. Удобно репетировать, в общем? Да, репетировать, пожалуйста. Пожалуйста. И, как бы, совершенно потрясающе. Я считаю, что это уникальное изобретение. Наш звукорежиссер заинтересовался, он тоже просто играет на разных инструментах, не расслышал, как называется приложение. Приложение называется Ireal Book. Ireal Book. Вот так вот называется. Гайки, скачай обязательно. Я вам покажу, у меня с собой есть прямо. Потом покажется. Скажите, пожалуйста, зачем вы с собой сегодня саксофом взяли? А, саксофом, ну как, зачем? Сказали, сыграли. Я скажу, я один раз пришел на какой-то концерт, где играл Игорь Бутман. А Игорь, я считаю, своим, так сказать, художественным наставником, руководителем и другом. И, ну, как водится, я же был такой музыкант, только начинал, еще не был в теме. И он мне говорит, выходи, выходи на сцену. Вот так резко играй. А я говорю, я не взял саксофон. Он говорит, ну что, что так говорит, запомню, саксофон всегда с собой бери. С этого дня он всегда с вами, да? На всякий случай. С этого дня я всегда беру с собой, да, и, так сказать, что... Ну, хорошо, что у вас не контрабас, а то пришлось бы, да, потяжелее. Ну, с контрабасом, да, с контрабасом уже... Или не альт какой-нибудь, да, что... Вы знаете, есть альтернатива контрабасу. Делают, во-первых, бас-гитара, можно бас-гитару брать, а также есть стик электронный, такие стик-контрабас, мини-контрабас. Он абсолютно, ну, я не знаю, может быть, такой, ну, как гриф, там все как бы повторяет контрабас, и он немножко индивидуально звучит, не так, может быть, но очень похож. А технология вся, она... Поэтому вот такой кейс, вот, ты берешь с собой, так что современные технологии, они дают возможность... Так что, друзья, вернее, подростки, там, маленькие дети, которым папа-мама говорят, нужно заниматься музыкой, не надо искать предлогов, чтобы отказаться, что вот контрабас большой, тяжелый, я устаю, всегда можно найти возможность. Конечно. Будем пропагандировать искусство. Конечно. Александр, я знаю, что в своей концертной программе вы используете не только саксофон, но и флейту. Да, я использую флейту, и более того, я использую даже электронную, электронный духовой инструмент EV, компания Акаи делает, и также использую. Использую компьютер, и... То есть полный комплект. Да, полный комплект, очень многое. Вот. Можно попросить для наших телезрителей что-нибудь сейчас исполнить, мы продолжим нашу беседу. Да, конечно, ну, поскольку я принес. Раз уж так. Процитируем Игоря Бутмана, выходите на... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Браво! Александр, вот как полный проект Interactive TV. Александр, поскольку у нас все-таки телеканал первый российско-армянский, и чаще всего джазменов мы всегда, ну, по крайней мере, я всегда спрашиваю, как вы относитесь к выражению армянский джаз? То есть действительно такое явление есть, оно самостоятельное, или это просто вот, как бы назвали, чтобы вот вроде как отдельно? Или просто опять армяне хвалят себя? Или опять армяне, спасибо. Да нет, я слышал тоже, да, о таком... Это, я бы сказал, это некое философское понятие. Вот как. Такое, как бы, явление даже так, даже не понятие, явление такое в культурной жизни, и на самом деле очень много армян, музыкантов, очень много талантливых, и как бы, я думаю, что это связано, наверное, с корнями культуры, я просто, к сожалению, не очень хорошо знаком с армянской историей такой глубокой, но я слышал, я слышал эту музыку, и я думаю, что все завязано на каких-то корнях еще народных, каких-то там фольклорных, и это все идет оттуда, и вот эта музыкальность, она присутствует в представителях армян, поэтому я очень приветствую всех, кто является представителями, и мне очень здорово играть, и очень музыкальный, очень музыкальный народ. Вот, когда поющих армян вот именно в джазе спрашивают, ну, что же вы так хорошо поете, а, откуда это берется, они отвечают, да, может, черные, такие же, как африканцы, они же тоже хорошо поют, вот тоже так хорошо поют, вот так отвечают. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да, Арман? Да. Александр, такой вопрос, вы брали частные уроки в Днесинском училище, насколько я знаю? Да, у Александра Викторовича Сичука мы занимались. А сейчас не преподаете молодому поколению, возможно? Вы знаете, были такие попытки, несколько, несколько учеников было, вот, ну так, но это были такие мимолетные, я все-таки больше сконцентрирован пока еще на, все-таки на сольной карьере, на выступлениях, на музицировании, поэтому на это просто нет времени этим заниматься, потому что это очень, это трудоемкий процесс, и я, не знаю, перед преподавателями, которые, вот, это нужно такое терпение иметь, и, вот, я просто снимаю шляпу, и, не знаю, я же, у меня же образование, преподаватель музыки, ну, вот, я учился в педагогическом институте, музыкальный, педагогический факультет, и образование, как бы, это специальность музыка, методика воспитательной работы в средней школе, вот, поэтому, серьезно? да, и поэтому, как бы, я могу спокойно пойти преподавать, и работать у нас была, мы госэкзамен сдавали, и все, в школе была практика, и здесь с детьми, это, в принципе, интересно, вот, но, я пока для себя, это у меня где-то на другом плане, на другом месте, пока, вот, я, я хотел стать музыкантом, и хочу, вот, хочу заниматься, вот, непосредственно тем, чем сейчас занимаюсь. Ну, попозже, может быть. Да, это, как бы, нужно же накопить опыт, понимаете, в чем дело, нужно, чтобы у тебя был багаж определенный, чтобы ты мог этот багаж донести до следующего поколения. В социальных сетях сидите? Обязательно, ну, как же без этого? В социальных сетях, во всех. Через телефон часто заходите? Через телефон нет. Оператор у вас какой? МТС. МТС, ну, вот тогда новость специально для вас. МТС оставил абонентов без бесплатного ВКонтакте. Вот так вот, да, сотовый оператор МТС 12 сентября отключит услугу бесплатного доступа к мобильному сайту. ВКонтакте, об этом сообщается на сайте МТС, в дальнейшем абоненты смогут пользоваться обычной мобильной версией ВКонтакте, трафик в которой тарифицируется. Причину, по которой было решено отказаться от услуги, оператор не раскрывает. Таким образом, единственным из большой тройки российских операторов, кто продолжает предоставлять бесплатный доступ ВКонтакте, остается Билайн, чему я безумно рада. Вот так вот. Вы заходите из телефона часто? Ну, я не так часто захожу, но так, похожу, скажу. Так, ищите Екатерину Строганому в социальных сетях, она там оказывается есть, а я искал, не нашел. Да что ты говоришь, ты еще, тебе мало со мной сидеть каждый день в эфире, ты меня еще в социальных сетях ищешь? Да. Александр, вы сказали, что скоро у вас будут концерты, можно еще раз озвучить, где и когда будут концерты, с кем? Значит, могу озвучить ближайший, ну, давайте, ближайший месяц, там, может быть. Ну, завтра у нас будет концерт в Оренбурге, с Биг Бенд Игоря Бутмана и Ларисой Долиной. Затем у нас будет концерт в джаз-клубе Игоря Бутмана, это гостиница Уланская, там каждый понедельник у нас Биг Бенд Игоря Бутмана. Иногда Децл приходит. Да, иногда много народу. Иногда приходит министр финансов, садится за барабаны, играет и министр иностранных дел США, тоже, посол США захаживает тоже на барабанах, вот Александр Вирожбов частенько был гостем. Вот, а 13 сентября там же будет концерт моей группы, мой проект, будут замечательные музыканты играть в этом составе. Вот, кстати, тут стоп, давайте расскажем про вашу группу. О, про мою группу. Ну, я хотел сказать, что моя группа, конечно же, она как бы есть благодаря замечательным музыкантам, которые окружают меня. И без них, конечно, ничего не получилось бы, потому что меня судьба свела, вот буквально года два-три назад с замечательными музыкантами. Это группа Vision of Sound. Ребята, они раньше играли в Арсенале у Козлова, ну, вот два из них, Дима Илугдин и Евгений Чариков. Вот, они меня пригласили, мне Дима позвонил, говорит, Саш, у нас концерт будет и не хочешь с нами сыграть, потому что у нас концепция такая, что у нас меняются саксофонисты, солисты, и это было бы интересно. Вот, и мы как-то вот с ними пересеклись, вот на концерте, сыграли концерт, мне очень понравилось, и мы постоянно, теперь мы друг друга приглашаем, они приглашают в свои проекты меня, я приглашаю их, вот сейчас вот в Лужниках на фестивале мы выступали вместе с ними, группа Vision of Sound, ну это Петр Ившин, барабанщик замечательный, Вартан, Бабаян, Перкуссия, Евгений Шариков, бас-гитара, Дмитрий Лугдин, клавишный, да, но это касательно Vision of Sound, а в свою группу я пригласил из этого же состава, учитывая, я пригласил Петр Ившин на барабанах, тоже в моем проекте играет, также Дмитрий Лугдин играет на клавишных, и на клавишных еще играет молодой Валерий Степанов, тоже, такой талантливый, на бас-гитаре играет Антон Довидянс, ну вы его все знаете, это известная личность, был у нас, вот, ребята сейчас, гитарист, гитарист Федор Досумов, пожалуйста, это группа Астудио, у них своя, а у них свой проект сейчас с Антоном, и Дамиэн Шмидт, они вот сейчас, у них, алкотрео, что ли? Алкотрео нет, называется Impact Fuse, да, они пригласили замечательного барабанщика, очень сильнейший, потрясающий барабанщик Дамиэн Шмидт, вот, из Лос-Анджелеса, в Америке живет, вообще француз, по-моему, вот, и они сейчас, в данный момент, у них по России тур концертный, и очень сильный проект, они сейчас выпустили, выпускают диск новый, презентация будет, сильнейший, ну формат музыки такой, конечно, я бы не сказал, что джаз, джаз, конечно, но... Более роковый, наверное, ну да, это более фьюжн такой, такой, что-то такое вот. Кстати, Федор Досумов, ученик Михаила Арташесовича, Суджиана, в грессике, который преподает. Вот, мне всегда было интересно, как музыканты успевают совмещать работы в нескольких группах. Кстати, вот, пожалуйста, вот у меня тоже, такая же история, с Игорем Бутманом играем, играю со своим проектом, играю, меня приглашают, допустим, ну, какие-то другие, например, Vision of Sound, например, группа Laber Band, там, если их сфонист не может, ну, это обычная практика, там, каждую среду мы играем в клубе Честерфилд просто с джазовым квартетом, просто мы играем джазовые стандарты, там, сейчас еще вот новое место, это Hot Dogs на Курской, тоже, тоже там будет, будем играть на повторниках, вот, ну, это интересно, а тут ничего, тут ничего сложного нет, просто нужно быть, нужно знать музыку, нужно уметь, нужно уметь играть, аккомпанировать, там, если это аккомпанирующие музыканты, нужно ориентироваться в разных стилях, чем... Еще правильно организовывать время, наверное, свое. Ну, естественно, да, приходится заводить записную книжечку или электронный какой-то календарь и все записывать. А вы пунктуальный человек вообще? Музыканты просто все-таки народ творческий. Ну, вы знаете, я стараюсь быть, но дело в том, что вот работая в оркестре Игоря Бутмана уже больше 10 лет, так сказать, пришлось, потому что меня несколько раз, меня несколько раз фактически увольняли за то, что я опаздывал. Да вы что? Да, и были серьезные такие, так сказать, со стороны руководства. А в этом отношении Игорь очень жесткий человек, и он требует порядок. И я, в принципе, беру с него пример, я такой же требую от тех, от своих коллег, с кем мы работаем. Поэтому какие-то, если варианты случаются, то... А существует ли какая-то, не знаю, там, система штрафов? Вы знаете... Или нет, просто, ну не хочешь? Нет, никакой системы штрафов нет, и я считаю, что все должно основываться на уважении. Ну вот, вот такой вот... Друг другу к своей работе, наверное. Конечно, конечно, потому что, ну, я же не могу не прийти, у нас репетиция, я, например, опаздываю. Все пришли, все пришли, а ты опаздываешь. Это просто, как бы... Некрасиво. Да, да, и поэтому, или там, ну, или там, например, мне звонят очень много, выступаю на разных корпоративах, какие-то вечеринках, естественно, естественно, ты за это получаешь деньги, это работа, и ты должен все, ты должен прийти, ты должен быть на месте, и должен обеспечивать то, за что ты отвечаешь, за что ты, чем ты зарабатываешь себе. Потому что, если ты один раз не пришел, там, опоздал, все, в следующий раз тебе не позвонят. Все, вот, вот вам простая система штрафов. просто не позвонят следующий раз. Кстати, Макс Тимошин, ваш коллега, тоже пишет вот сейчас в Фейсбуке, что завтра будет играть марш Мендельсона. Я так понимаю, свадьба, корпоративы, это нормальное явление зарабатывания денег. Ну, просто пример, может быть, просто так. А почему нет? Многие люди как-то считают себя выше этого всего. Нет, это абсолютно, я так не считаю, я считаю более того, что, это же, вы понимаете, ты же выходишь, на сцену, неважно где, ну, и ты доносишь свою суть, вот, ты можешь играть какую угодно музыку, ты можешь играть какие-то авторские композиции, или играть какую-нибудь известную, популярную мелодию, но, ты же играешь для публики, для людей, они, от них, они же слушают, они тебя аплодируют, это же самое главное, вот. Другое дело, что бывает, я с этим сталкивался, когда, например, есть работа, ты играешь, а народ там, как-то банкет, сидят, все едят, не обращают на тебя внимания, вот. Такое тоже, такое тоже сталкивается, но, задача музыканта, как бы, сыграть так, чтобы они обратили внимание, и, в конце концов, тому, кому это интересно, они обернутся, и будут слушать, и смотреть, и, пускай, там, из целого зала, если один человек, посмотрел, послушал, и поаплодировал, то это, я, например, чувствую совершенно, потрясающее ощущение, отдача, удовлетворения, что не зря то, чем мы занимаемся, мы все-таки, вот, так что. Певица Мария Мирабова, однажды, в одном из своих интервью, сказала о том, что ей даже нравится, когда в зале, зрители сидят, и не просто на нее, вот смотрят, а заняты своим делом, потому что, в этот момент, когда она поет песню, она замечает, что, допустим, за одним столиком, сидит молодой человек с девушкой, а на самом деле, смотрит он не на нее, а на другую, и ей, в принципе, с ней тоже неинтересно, и то есть, когда она поет, и это навевает, ну, вот, какой-то сюжет, поэтому, вот, он даже говорит, пусть не слушает, пусть занимается своими делами, артисту так даже интереснее и проще. Когда поет Мария Мирабова, не слушать невозможно просто. есть такие люди, видишь, есть такие люди. Александр, скажите, ну, мы поняли, что выходные, на самом деле, у вас, и не только выходные, расписаны, гастроли, концерты и так далее, но все-таки, как проводите свободное время? Может быть, посоветуйте какой-нибудь фильм или какую-нибудь книгу, прочитать, посмотреть что-нибудь? Вы знаете, мне, в принципе, очень нравится читать, и я себе в телефон, вот, последнее, что я сейчас пытаюсь делать, ну, приходится, времени, ну, не хватает, потому что, я езжу на машине постоянно, за рулем не особо почитаешь, Генри Миллер, я открыл для себя, ну, уже так, какое-то время назад, вот, интересно, интересно пишет, вот, фильмы, удается, да, на какие-то фильмы попадать, вообще, мне нравятся какие-то очень-очень активные, активный досуг, это, например, вот сейчас я буквально приехал, ну, вот, 1 сентября, я был на Украине, там у меня родина, и в Крым мы ездили, вот, Оленевка, такое есть, поселочек, мы Страханкут, и я там занимался, я уже старый год езжу заниматься винсерфингом, и там серф-клубы, там очень интересно, там ветер потрясающий, там, я на машине ездил, автопутешествия, вот, зимой, это, это снова, сноуборд, это вот даже вот в Подмосковье, так, если, все едут на работу, а ты едешь в область, в какую-нибудь подмосковную, горнолыжный клуб какой-нибудь, вот. Китаться на борте, ну, не обязательно горнолыжный клуб, зимой, в Москве, я знаю, есть там, это самый горнолыжный клуб. Снежком есть такой, да. Давайте примем звонок, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Вазир. Очень приятно, откуда вы нам звоните? Из Саратовской области. Здорово, у вас есть вопрос к нашему гостю? Да, у меня к Александру есть вопрос. Вот скажите, Александр, вот, повернули бы вы что-нибудь в своей жизни назад, может, или изменили бы что-нибудь? Может быть, Александр, стоило продолжить играть на скрипке? Можно еще повторить? Повернули бы вы что-нибудь в своей жизни назад, или поменяли бы что-нибудь? Поменяли бы, если бы вам выпал шанс изменить что-нибудь в жизни. Что-нибудь вы изменили, вернулись бы назад. Да вы знаете, жизнь, это же такое понятие, что тут оно как складывается, так складывается. Понимаете, все происходит, проистекает одно из другого. То есть, если произошла какая-то вещь, то следующая, она происходит в зависимости от того, что произошло перед этим. То есть, соответственно, если что-то изменить, может быть, я бы, если, например, что-то незначительно изменить, то все может поменяться. Поэтому я как бы, в принципе, я знаю, что я хочу, я перед собой поставил цель, и вот я к этой цели иду. И как бы менять что-то где-то... Зачем? Пусть все как было, так и будет. Ну оно как есть, так и есть. Оно складывается, это как бы, какой смысл в этом? То есть, я пытаюсь, прийти, я пытаюсь проанализировать то, что в данный момент меня окружает, то, что я представляю сам. И я пытаюсь вот к этому, к этому какое-то отношение выработать и понять понимание правильное, чтобы понимать эти вещи и уже, соответственно, с этим жить и уже исходя из реальности данной. Вот. Вот что важно. Это лично для меня. Александр, можно вас попросить еще что-нибудь сыграть? Да. В принципе, а что вы хотели? Может быть, что-нибудь на заказ-то? Что-нибудь на заказ, а потом счет вы бы свете Арману. Ну нет, все что угодно. Ну может быть, что-нибудь из Магомаева, раз памятник открывают? Между мною и тобою. Да, кстати, у нас очень есть потрясающая аранжировка Виталия Долгов и Сергей Мазаев, кстати, эту песню в Биг Бенде. Заодно угодите и нашим зрителям все-таки Арно Бабаджанян. Да, совершенно. Ну я попробую сыграть. Я ни разу не играл на факсофоне. Ну вот как раз премьера. Друзья, премьера Александр Довгополой. Ну сейчас попробую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое. Спасибо большое, что нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Очень приятно было познакомиться, пообщаться и послушаться. Да. Очень важная вещь. Александр Довгопол и друзья в проекте Интерактив ТВ как раз мы предугадали их памятник у Магомаева. Спасибо, всего доброго. Спасибо вам большое. Ждем. Удачных гастролей. Приходите на концерты к нам. Обязательно. Привет Ларисе Александровне и Игорю. Обязательно. Да, передадим. И, кстати, приходите 29 октября на открытие сезона Just Parking. О, отличное приглашение. Обязательно приду. До свидания. Все, все доброе. Александр Довгопол и друзья в проекте Интерактив ТВ Субтитры сделал DimaTorzok